Начальник управления по работе с территориями Дмитрий Баранов рассказал о работе единой дежурной диспетчерской службы за прошедшую неделю, на пульт которой поступило 73 обращения от граждан, большинство из них – вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Вблизи дома 7А по улице Ковараж жители обращают внимание властей на длительное время припаркованные безхозяйные автомобили, в которых начинают скапливаться пакеты с мусором, просят принять меры и убрать их. И между домами 22Г и Б по улице Кирово, вблизи контейнерной площадки, длительное время не осуществляется вывоз мусора, жители просят обратить на это внимание. В микрорайоне 7-8 продолжается борьба со стихийной парковкой, а также с регулярным несоблюдением правил дорожного движения. В связи с участившимися обращениями жителей в 2015 году усилились меры по выявлению нарушителей. Создан дополнительный экипаж ДПС, а также запущены парконы. И по результатам на 20-е число этого месяца, с начала года, было выявлено 857 административных правонарушений, что составляет около 45% от общего количества связанных с нарушением правил остановки стоянки транспорта. Глава района и города Владимир Ружицкий поднял вопрос о расширении проспектов Победы и Гагарина. Необходимо привлечь жителей микрорайона и комиссию по безопасности дорожного движения, чтобы совместным трудом определить места для создания парковочных карманов. Это серьёзная работа. Хотите, привлекаете, возможно, какую-то специализированную структуру из нескольких человек, которые прошагают 7-8 микрорайон. Прошагают. Также на оперативном совещании обсудили вопросы весеннего благоустройства в городе Люберцы. Анна Троян, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение.